Добрый день! В эфире 12 канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. На финальное заседание пришел с вещами и не проронил ни слова. Владимир Владимирович, вы согласны с приговором? Владимир Владимирович. Какой приговор вынесут бывшему главному налоговому инспектору региона за взятку в 10 миллионов рублей? Штормовое бабье лето. Порывы ветра только усиливаются, спасатели рекомендуют омичам быть осторожнее. Тысячи человек в Омске, а миллионы по всей стране. Необычный автопробег и другие не менее яркие сюрпризы в честь дня рождения президента. Вместо купе медицинские кабинеты с самым современным оборудованием. Аппарат предназначен для обнаружения предраковых и раковых заболеваний на самых ранних стадиях. В Омске сделал остановку поезд здоровья. И никакой французской элегантности. Особенно у меня получились удары руками в голову. В нашем городе впервые прошли всероссийские соревнования по французскому боксу. Как показали себя мячи в новом для них виде спорта. И при чем здесь старая обувь? Финальная точка в громком уголовном деле. Бывшему главному налоговому инспектору Омской области Владимиру Репину сегодня вынесли приговор за взятку в 10 миллионов рублей. Наказание также понесут бизнесмен, который дал круглую сумму, и адвокат-посредник. Скандал, напомню, вспыхнул два года назад. Крупное строительное предприятие из Омска попало в список фирм, которые должна была проверить налоговая. Тогда директор компании Дмитрий Немеш решил заплатить за то, чтобы в его офисах не проводили ревизию. Баснословную сумму в 10 миллионов рублей передал через посредника адвоката Дмитрия Григорьева. Причем деньги отдавал в долларах. Правда, сговор раскрыли сотрудники ФСБ. Вину в ходе рассмотрения уголовного дела сообщники признали в полном объеме, но больше не проронили ни слова. В итоге экс-начальнику налоговой Владимиру Репину дали 6 лет колонии строгого режима Дмитрию Григорьеву, 5 лет, а также штраф в размере взятки, то есть 10 миллионов рублей. Что касается Дмитрия Немеша, суд велел ему заплатить штраф в размере 20 миллионов. Отмечу, что в зале суда работала наша съемочная группа. Подробности заседания расскажем в следующих выпусках «Часа новостей». В регионе бушует сильный ветер. Местами порывы могут достигать 20 метров в секунду из-за непогоды. Сегодня нужно быть особенно осторожным. Есть риск обрыва проводов, падения деревьев, различных конструкций или шифера с крыш домов. В МЧС рекомендуют переждать непогоду в помещении или подземном переходе. А в квартире в случае перепада на поражение необходимо сразу выключить электроприборы. И в случае любых ЧП незамедлительно обращаться к спасателям. Добавлю, что в Омском парке 33-й ВЛКСМ из-за непогоды приостановили работу всех аттракционов. Сильный ветер синоптики обещают и завтра. По их словам, сейчас в области господствует циклон, который принес с собой осадки и потепления. Во вторник в регионе, за исключением северо-запада, ожидается до 22 градусов тепла. А вот 12 октября, когда область окажется в тылу циклона, ветер начнет стихать. Ну и погода будет уже по-осеннему прохладной. После фронтальной зоны, которая сейчас наблюдается, начнет давление расти. Пройдет холодный фронт, понизится температура. Ветер уже будет не такой силы, как 9-10. Он днем будет 8-13 метров в секунду. Ну и ночная температура на 12-й минус 1 плюс 4, а в днем 8-13 градусов. Еще 10 новых экологичных автобусов появятся на городских магистралях. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Они заменят старый подвижной состав, работающий на бензине. А значит, снизит количество загрязняющих выбросов воздух. Транспорт будет оснащен электронной системой информирования пассажиров, системой наклона кузова, а главное, просторной площадкой, которая вместит большое количество пассажиров. Отмечу, что обновление общественного транспорта в регионе осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На эти цели выделено более 170 миллионов рублей. Волна ретроавтомобилей и мотоциклов прокатилась по стране. В России прошла акция в поддержку президента Владимира Путина. С предложением к Народному фронту провести автопробег в день рождения главы государства обратились люди. Омск присоединился к многотысячной автоколонии. Это не все торжества. Завораживающие иллюминации удивило и колесо обозрения. Подробности в нашем материале. К старту готовы. Несколько тысяч байкеров и ретро-мобилей выходят на автопробег на улицах России. В Омске это 71 транспортное средство. Ровно столько лет исполнилось в этот день главе государства Владимиру Путину. Что бы я хотел пожелать? Это любви к своей родине, к своему городу и к своему народу. Возглавляет колонну старейшая в Омске победа. В Омске, сияющий на весне. Николай Кутенев гордо знакомит со своей ласточкой. Двигатель работает ровно, советская классика играет чисто. За 38 лет впервые уступает место за рулем. В честь автопробега доверил управление губернатору области. Флаги играют на ветру, колонна стартует. Так Омск присоединился к 27 регионам страны. С предложением организовать многотысячную акцию в поддержку президента к Народному фронту обратились люди. Активисты идею поддержали. Делать добрые дела – это всегда позитивно. Поднимается настроение. Чувствуешь свою какую-то маленькую роль в части развития своего города, своего региона, своей страны, конечно. На левобережье Омска теперь есть свой патриотический маршрут от G-Drive-арены до Парка Победы. Впервые участники проложили его 9 мая и вот сегодня повторили. Здесь встречает торжественный митинг. Несколько десятилетий наш президент с нами в разном качестве. В качестве президента, в качестве председателя правительства нашей страны. Но в любом, в любое время, как бы ни называлась его должность, он всегда был в качестве лидера, руководителя. И того человека, который, по сути, вернул нашей стране суверенитет, который практически был погашен, утерян в 90-е годы. И уже омская традиция – в каждый праздник высаживать деревья. В этот день новую аллею заложили здесь же, в Парке Победы. 40 шаровидных ив уже привыкают к новому месту. К озеленению омичи присоединились целыми семьями. Светлана Садовская с малых лет приобщает к добровольчеству дочку и сына. Потому что будущее наше. Будущее нашей страны. Так должно быть, так правильно. Ну а поздним вечером самое большое за Уралом колесо обозрения в Омском парке на Зеленом острове засветилось разноцветными огнями. Для главы государства зажгли иллюминационную открытку. Владимиру Путину адресовали теплые слова. Затем подсветка заиграла цветами российского триколора. Любовь Федорова, Виктор Осинцев, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Ко дню рождения президента эстафету «Добрых дел» запустили омские динароссы. Организовали тематические встречи, фотовыставку и спортивные мероприятия. Так организация «Боксер» провела тренировку для детей из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей. Цель забрать ребят с улиц, привлечь к спорту, дать им путевку в жизнь. А в штабе общественной поддержки пожилые слушатели курсов мобильной грамотности записали видео поздравления для главы государства. Также здесь открылась фотовыставка, посвященная лидеру нашей страны. Подборка ярких цитат и лучших снимков вызвала интерес у посетителей. И молодежь, и наши почтенные ветераны, всех вызывает, конечно, очень большой интерес работа и деятельность нашего гаранта, нашей конституции, нашего президента. И в эти дни у нас и встречи здесь с молодежью проходили, которые, кстати, инициировала сама молодежь пообсуждать наши перспективы, наше будущее. Как будет дальше двигаться наша страна вместе с нашим президентом. Более 6 тысяч новых деревьев и кустарников появятся на бульваре архитекторов. Посадка растений пройдет в рамках реконструкции автодороги. В числе крупномеров, пирамидальные серебристые тополя и в большей степени шаровидные ивы. Всего предусмотрено 142 дерева. Также предполагается обустроить настоящую живую изгородь. Для этого высадят почти 5,5 тысяч кустов кизильника. Добавлю, что в связи с расширением дороги в зону работ попадают 234 дерева. Но массовой вырубки не будет. Две трети из них сохранят и пересадят. Напомню, завершить реконструкцию бульвара архитекторов планируется в декабре следующего года. В Омск прибыл поезд здоровья. Все желающие могут не только сдать анализы, но и пройти полное обследование на современном оборудовании. Здесь же, помимо терапевтов, принимают и узкие специалисты. Результаты диагностики пациент получает на 16 листах. Как долго передвижная лаборатория будет работать в нашем городе, расскажет Регина Бузарова. Загрывайте, пожалуйста. Специально для прохождения медицинского осмотра пенсионерка Татьяна Щучкина преодолела путь в сотни километров. Признается, что хоть и активный образ жизни 64-летней сельчанки залог здоровья, упустить возможность пройти профосмотр просто не могла. В интернете я увидела, что поезд здоровья, вот именно по борьбе с диабетом, что вот он приезжает к нам в Омск, вот именно сегодня. Не знала, во сколько приехала. Восемь часов. Думаю, чтобы первая. Профилактический осмотр начинается со сдачи крови на уровень сахара. Затем омичи проходят УЗИ щитовидной железы. А вот последняя процедура мало знакома пациентам. Поэтому сначала даже вызвала недоверие. Но после выстроилась целая очередь. Современный аппарат всего за пару минут сканирует весь организм. Пройти мимо этой процедуры я не смогла. Она ведь напоминает металлодетектор, но на деле это онкоскрининг. Аппарат предназначен для обнаружения предраковых и раковых заболеваний на самых ранних стадиях. А эта машина считывает физическое состояние человека, не оставляет без внимания и внутренние органы. По составу тела у вас практически все идеально. Балл очень хороший. Рекомендована только физическая нагрузка. Покажет и уровень стресса, состояние позвоночника, а после выдаст рекомендации почти на 16 листах. Отчет высылают на электронную почту. А уже после полного осмотра каждый желающий проходит консультацию у узких специалистов. Люди получат экспресс-диагностику, то, что сейчас называется модным словом чекап. У них проверят кровь на сахар, это реальное давление, УЗИ внутренних органов. По сути это такой экспресс-метод обследования. Когда у людей находится патология, то им рекомендуют более углубленное исследование пройти. Сегодня поезд здоровья отправился в Курган, а конечной станцией станет Москва. 14 ноября во всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Регина Абузарова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. А вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Новый творческий сезон начинается с признания на международном уровне. Омский русский народный хор стал лауреатом 16-го международного славянского музыкального форума «Золотой Витязь». У коллектива особенный подход к созданию своих номеров, что не оставляет равнодушными ни зрителей, ни жюри всевозможных конкурсов. Как амичи передают мелодию русской души. Расскажем в 19.30. В Омске зафиксирован всплеск ДТП. Есть пострадавшие. Так, на перекрестке Ленинградской площади улицы Ленина столкнулись две иномарки. По данным полиции, аварию спровоцировал 37-летний водитель внедорожника. Предположительно, он проехал на Красное после столкновения с седаном, пробил дорожное ограждение и перевернулся. Как сообщили очевидцы, обошлось без пострадавших. Водитель выбрался из авто самостоятельно. А в районе перекрестка Бульвара Архитекторов с улицы Волгоградской легковушка столкнулась с каретой скорой помощи. Водитель иномарки не уступил дорогу спецавтомобилю, который двигался с включенными маячками и сиреной. В результате пострадали водитель легковушки и его пассажир мальчик 2018 года рождения. С места происшествия их увезли на скорой. Ну а еще одно ДТП на улице Панфиловой вовсе закончилось массовым пожаром. Водитель грузовой газели столкнулся с иномаркой. После этого обе машины загорелись. Никто не пострадал. Но вот машины, вероятно, восстановлению не подлежат. Аллея Омская Сакура появилась у парка вокруг света. 10 декоративных крупномерных деревьев высадили в рамках акции «Бумага на дерево», которая проходила в городе с августа по сентябрь. Организаторы партии «Новые люди» проводили эко-праздники, где взрослые дети приносили макулатуру. Также по поручению главы региона Виталия Хаценко в акции приняли участие Министерство природы и спорта, которые в течение месяца собирали бумагу в своих ведомствах. Всего удалось собрать более трех тонн макулатуры, которые сдали на переработку. А вырученные средства приобрели саженцы. Уже весной яблони зацветут и украсят зону парка. Весной мы опять высадим деревья, обязательно пригласим к этому мечей, чтобы они и место определили, и сами поучаствовали. Также продолжим проводить наши эко-праздники, потому что мы увидели, что это и детям откликается, и взрослым. У нас получается собрать хорошее количество макулатуры, которую потом мы можем конвертировать в конкретные саженцы и помогать тем самым экологии нашего города. Хотим максимально сделать территорию Зеленого острова жемчужинкой Омска. Сохраняем первоначальные высадки и добавляем. Это будет такая некая аллея Омская сакура, красные цветущие яблони. Я думаю, они добавят изюминку и привлекательность, и порадуют не только посетителей парка, но и всех гостей нашего города. Омские студенты получат по миллион рублей на реализацию своих проектов. Фонд содействия инновациям подвел итоги четвертой очереди конкурса «Студенческий стартап». Отбор проходил по семи тематическим направлениям, в том числе и ресурсосберегающая энергетика. Всего в этом году на конкурс поступило более 6 тысяч заявок. В числе победителей 6 проектов Омской области. Среди них работа выпускника политеха Тимура Литовского. Его опытная установка должна повысить эффективность солнечной энергетики. Наблюдать за экспериментами инженера будут и телекамеры нашего медиахолдинга. Молодые ученые, герои, ведущие нового фильма 12 канала «Солнце Сибири». Научно-популярный проект реализуется на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. Съемки уже начались. Авторы побывали на солнечной станции в Нововаршавке, встретили рассветы и закаты на омских улицах и запечатлели процесс установки панели с поворотным механизмом для эксперимента Тимура Литовского. Наша установка может вырабатывать летом энергию уже с 6 утра. За счет того, что как только солнце встало, она уже его видит, поворачивается на него и начинает вырабатывать энергию. Таким образом, в совокупности у нас общая выработка суточная может превышать 55%. И о спорте. И по жесткости не уступают кикбоксингу даже муай-тай. На омском ринге встретились сильнейшие мастера савата со всей страны. Наш город впервые принимает всероссийские соревнования по этому виду единоборств. Среди участников победители призеры крупнейших международных турниров из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Как в условиях столь жесткой конкуренции выступили омские бойцы? Почему этот вид спорта называют старым башмаком? В сюжете Алексея Дарьева. История савата, или как его еще называют французского бокса, началась на темных улочках Парижа конца 18 века. Двое мужчин выходили в круг и начинали драться руками и ногами, при этом стараясь наносить удары жесткими и тяжелыми ботинками. Отсюда появилось название. Сават переводится как старый башмак. Действительно, главное отличие савата от того же кикбоксинга состоит в том, что только во французском боксе противники бьют друг друга обутыми ногами. Этот и ряд других нюансов делает поединки по савату чрезвычайно зрелищными. Во французском боксе сават, и это доказывает его элитарность, полностью отсутствует вот такая часть поединка, как клинч, как работа на такой ближней дистанции, как висение друг на друге. Вот именно этот момент во французском боксе отсутствует полностью. Омск впервые в своей истории принимал турнир всероссийского уровня по савату. И о престижности соревнований лучше всего говорит уровень их участников. Среди них победители и призеры не только чемпионатов и Кубка России, но и чемпионата мира. Именно поэтому в наш город приехали не только топовые бойцы, но и представители тренерского штаба сборной России. По их словам, выбор Омска в качестве места проведения столь представительных стартов легко объяснить. Уже был проведен турнир чемпионат первенства федерального округа, потом был проведен чемпионат и первенство сибирского и уральского федерального округов. И посмотрев на уровень организации этих соревнований, руководство общероссийской федерации поддержало инициативу по проведению здесь в Омске всероссийского турнира. Ну и он сейчас с успехом стартовал. Поединки на турнире проходили в двух дисциплинах. АСО, то есть легкий контакт, и КОМБА, полный контакт. И в обоих разделах блестящих побед добился наш земляк Марк Сизов. Особенно у меня получились удары руками в голову. Когда соперник пытался атаковать меня, я отходил и возвращался с ударами. И заканчивал серию ногой и отходил вновь, чтобы он не попал в меня. Омские Саватье лишь три года как стали участвовать в крупных соревнованиях. Как внутри страны, так и за рубежом. За столь короткий срок наши земляки завоевали золото чемпионата России и Кубок страны. А также титул победителя первенства России. Вот и на домашнем турнире омичи выступили блестяще. В копилке нашей команды 16 медалей высшего достоинства. Для сравнения, у занявших второе место представителей Липецка 6 золотых наград. У ставших третьими москвичей 5. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости. Прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 7,9. Днем плюс 17,20. В районах будет облачно. Возможен небольшой дождь. Ночью температура плюс 12,14. Днем 13,18 градусов выше нуля. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Итоги дня подведем в 19.30.